Снова все здравствуйте. Кто не был на моей предыдущей сессии, представлюсь еще раз. Вражка Андрей, системный инженер компании CISCO. Очередная презентация. В этот раз она посвящена уже больше тематике того, как в ближайшем будущем, в текущем настоящем мы будем строить современные сети ВАН. То есть распределенные сети, филиальная структура, это все, что касается тематики этой презентации. С чего все начинается? Жизнь любого организма начинается с ДНК. Также и архитектура современных сетей в виде нециска тоже начинается с ДНК. В нашем случае DNA это не аминокислота, это Digital Network Architecture. То есть новая архитектура для цифровых сетей. Какие ее основные принципы, то есть основополагающие столбы, на которых она строится? В первую очередь это автоматизация. Автоматизация всех процессов с точки зрения управления, упрощения, абстракции и создания определенных политик. Второй важный принцип это аналитика. Аналитика нам нужна в первую очередь для того, чтобы понять, что наша автоматизация работает так, как нам надо. То есть что все изменения, которые мы автоматизировали, они были применены в нашей сети, и мы видим обратную связь от нашей сети, что у нас действительно все работает так, как бы хотелось. В случае, если у нас что-то идет не так, опять-таки аналитика нам должна помочь понять, что идет не так, найти основополагающие моменты, которые необходимо поправить. Ну и аналитика нам также еще нужна для решения высокоуровневых бизнес-задач. То есть то, что бизнеса называют инсайт, возможность заглянуть внутрь, получить понимание не только статистического анализа, что у нас поменялось, как поменялось, но и получить некоторый предиктивный анализ. То есть предсказание того, что у нас может быть в нашей сети, либо что должно быть, как она будет меняться, развиваться, чтобы мы правильно могли планировать, лучше взаимодействовать с клиентами, которые пользуют эту сеть, ну и в целом получать несколько больше данных, чем мы получаем от классических систем. Следующий важный принцип это управление сервисами. Здесь фокус идет в первую очередь, наверное, на возможность получения облачных услуг. Почему это важно? Потому что облако дает максимум тех технологий и возможностей, которые доступны сейчас на рынке, для любого размера типовых потребителей и клиентов. То есть облако в целом уменьшает необходимость создавать все то же самое, какой-то большой живой механизм, обеспечивающий бизнес-функции у себя, все можно получить в виде услуги. Сюда же у нас относятся и системы управления. Системы управления, которые управляют политиками и которые позволяют обеспечить некий уровень оркестрации. То есть когда у нас не просто политики, которые определяют то, как должна меняться наша сеть, либо как она должна работать, но и высокоуровневые зонтичные механизмы, которые у нас связывают политики разных систем между собой. Важный момент, который еще также заложен в архитектуре цифровых сетей от Cisco, это виртуализация. Виртуализация в понимании сетевых технологий – это в первую очередь Network Function Virtualization, то есть виртуализация сетевых функций. Опять-таки в новых архитектурах мы все чаще и все больше видим, когда у нас потребность в тех или иных сетевых механизмах возникает спонтанно, то есть для решения какой-то высокоуровневой бизнес-задачи необходимо, чтобы у нас появились те или иные сетевые функции на устройствах. И очень было бы здорово, чтобы мы не конфигурили каждое устройство, получали нужную функцию, а массово применили вот такое требование к сети, и благодаря некоему уровню виртуализации и абстракции сетевых функций они бы волшебным образом появились на нужных коробочках нашей сети. Вот, собственно, виртуализация позволяет добиться от сетевых устройств того, что какие-то сетевые компоненты, сетевые функции могут появляться по требованию. Это достигается и с помощью новых подходов к построению нашего железа, и в том числе благодаря возможностям контейнеризации. То есть все наши сетевые устройства в ближайшем будущем будут иметь возможность запускать внутри себя определенные приложения. Где это может быть полезно? Ну, например, мониторинг работоспособности сети. Какая-то точечная телеметрия и так дальше, и так дальше, и так дальше. Уникальный софт, который написан конкретно под вашу задачу. Естественно, можно собрать все потоки с устройств в одну систему управления, их отфильтровать, покоррелировать и так дальше, и так дальше, и так дальше, сделать много вычислений и получить необходимый результат. Но практика подсказывает, что намного удобнее и интереснее, когда у нас вычисления распределенные, и каждый узел, который отдает информацию во внешней системе аналитики, делает предобработку. То есть дедупликацию определенных событий, нормализацию этих событий, обобщение, какую-то небольшую логику, и уже отдает готовый материал, который можно высокоуровневой системой обобщить и получить в виде готовой картинки. Также хотелось бы добавить, что все эти архитектурные принципы у нас связывают безопасность и соблюдение требований, то, что называется compliance. Безопасность пронизывает у нас все продукты и включена во все наши решения, как неотъемлемая часть. В современном мире, когда у нас влияние IT-технологий достаточно велико, я бы сказал, оно уже приближается к абсолютному влиянию технологий на создание конечного продукта. Безопасность становится все более важной и более востребованной услугой в современных сетях. Как же такой архитектурный подход Digital Network Architecture помогает для решения задач распределенных сетей? Есть исследования аналитиков, такие, например, как Gartner Research и так дальше. Они говорят о том, что есть основные двигатели, которые меняют современные ландшафты. Все больше требований к уменьшению затрат на построение ванн-сети, все больше требований по обеспечению всепроникающей безопасности, которая касается не только ванн-сегмента, но и касается сети в целом и ванн-части как неотъемлемой ее составляющей. Ну и облачные технологии и в целом опыт использования приложений также являются достаточно важным мотиватором, который заставляет нас пересмотреть то, как создаются и как управляются современные распределенные сети. Таким образом, мы говорим о том, что уже пришло время Software Defined One. Термин появился достаточно давно, многие вендоры работают в этом направлении. Основное, что мы здесь можем сказать, основное обещание, которое дает Software Defined One, это то, что мы можем менять ландшафт нашей распределенной сети, ее поведение от других приложений, то есть программируемым образом. Это важно и нужно стало в первую очередь для больших корпораций, таких как Google. То есть от уровня приложений они смогли, например, изменить топологию прохождения трафика по всей своей распределенной сети, сначала в Штатах, потом по миру. То есть там они получили сразу же понятный, очень ощутимый, исчисляемый миллиардами экономический эффект. Что это дает для заказчиков поменьше? То, что такой подход в целом он универсален, если мы получаем сеть, которую мы можем программировать от внешних приложений, будь то там CRM, либо какая-то бизнес-логика, мы получаем возможность этот подход мультиплицировать. И теперь на современном этапе мы говорим о том, что SD-WAN, он доступен не только большим глобальным корпорациям, таким как Amazon, Google и так далее, он становится доступным рядовым потребителям, небольшим организациям. Что обещает SD-WAN? В первую очередь это задача упрощения. То есть для того, чтобы изменить всю сеть, нам нужно пересмотреть парадигмы управления сетью в целом. Мы не можем поменять всю сеть, состоящую из тысячи устройств, если мы изменяем настройки на каждом из устройств в этой сети. Мы можем поменять поведение сети, если мы управляем всей сетью как единым механизмом, то есть с некоторым уровнем абстракции, единым облачком. Для этого у нас появляются контроллеры. Контроллеры SDN, контроллеры с приложениями, которые позволяют автоматизировать те или иные задачи. Зачем нам нужно менять поведение нашей распределенной сети? Опять-таки все больше и больше мы видим, что в нашу распределенную сеть приходят приложения. То есть приложения именно в понимании того, как их понимает бизнес. То есть это определенная логика, которая позволяет лучше общаться с заказчиками, с клиентами, с потребителями, оптимизировать цепочку создания продуктов, производственные процессы и так дальше, и так дальше, и так дальше. Естественно, это высокоуровневая логика, которая живет где-то на серверах в дата-центре, так или иначе вынуждена общаться с филиальной сетью посредством сетевых протоколов. И все чаще мы видим, что под приложением мы понимаем не просто связку IP-адрес и порт, мы понимаем то, что у нас есть транспорт, который зачастую более-менее стандартен, это HTTP, внутри HTTP бегают какие-то данные, которые и обеспечивают выполнение тех или иных функций. То есть SD-WAN позволяет упростить управление сетью и дать возможность управлять трафиком конкретных приложений в зависимости от их важности. То есть приложения какие могут быть сетевые? Может быть запущен BitTorrent у кого-то на компьютере, а может быть запущен клиент, который работает с базой данных. Клиент, который работает с базой данных и стоит установлен как штатное приложение на компьютере какого-то операциониста, это важное приложение, BitTorrent это не важно. То есть необходимо сначала выявить, потом разделить, понять, что они совершенно другие, то есть они несут разный функционал и имеют разные требования к надежности и прохождению в нашей сети. Еще один слайд аналитики. Мы ожидаем то, что порядка 50% сетей до 2020 года будет обновлено как раз по причине того, что необходимо, чтобы современные распределенные сети были программно управляемы. Что мы здесь можем еще добавить? То есть то, что стоимость WAN-канала, она, конечно, важна, но она, пожалуй, не преобладающая. То есть все больше мы видим, что у нас появляются требования и по безопасности, и по стоимости одной железки, одной сетевой функции, и тут нам помогает виртуализация, о которой мы уже говорили. Все больше влияние производительности приложений и так называемого user experience. То есть окей, мы получаем какие-то передовые технологии с облака. Но если человек, который это делает, 7 из 8 рабочих часов чувствует неудобство пользования облаками, ну, например, задержки, слабый отклик интерфейса, это плохо. Это влияет на работу в целом, это влияет на заработок компании, в которой он работает. Ну и, пожалуй, один из самых важных и нужных моментов, который определяет необходимость SD-WAN, это утилизация каналов. Мы все привыкли много лет уже работать в парадигме, когда у нас есть филиал. В филиале есть один, зачастую два канала для отказоустойчивости и средствами маршрутизации мы решаем, по какому из каналов бегает трафик. Одно из ключевых требований, которые определяются к современным программно-управляемым сетям, это утилизация двух линков и более чем двух линков в состоянии Active Active. Продолжение этой концепции – это, например, три линка. Когда у нас есть два надежных линка и, например, три же, четыре же с помегабайтной оплатой и так дальше. То есть такие сценарии находят все больше и больше применения в современных сетях, и это в целом определяет внимание современного рынка к этим технологиям. Еще немножко аналитики. Опросы EDC. Выберите три пункта, которые наибольше вам важны в реализации ваших SD-WAN проектов. Большинство людей выбирает security, то есть это то, что действительно важно, поскольку влияние цифровизации и оцифровки всех технологий, в том числе и в пределах больших распределенных сетей, оно становится все больше. Это оптимизация прохождения WAN, это опять-таки напрямую связано с user experience. Конечно же, автоматизация и управление политиками. То есть мы тут уже явно видим, что клиенты, которые задумываются о SD-WAN, они в целом уже задумываются о том, что нужно переходить от конфигурации к политикам. От настройки частных каких-то случаев конфигурации к общим. Что есть в профиле CISCO по направлению SD-WAN? На слайде представлены два решения. На самом деле их больше, то есть у нас есть еще очень большая концепция развития SD-WAN для сервис-провайдеров. Это out of scope этой презентации. Мы тут больше говорим о enterprise-сетях. То есть о сетях обычных предприятий, а не провайдеров. И тут у нас есть два выбора. Либо мы ставим у себя обычный классический CISCO ISR, то есть маршрутизатор, который умеет работать в сетях программируемых SD-WAN. Либо же мы ставим устройство, которое подключено к облачной системе управления, и это вариант Miraki. Эти два мира между собой кардинально отличаются и в целом решают разные задачи. То есть Miraki подход решает вопросы упрощения, опять-таки, облачной технологии, то есть то, что позволяет получить максимальное богатство функций задешево, что не требует каких-то сложных процедур внедрения, но и в целом это простота, как она есть. То есть это возможность получить буквально в пару кликов вот где-то тот подход, который обещает SD-WAN. Для большинства наших клиентов в Украине Miraki либо неприменимо по причине того, что это облачный сервис, либо исторически сложилось, что польза это ISR. И, наверное, фокус все-таки этой презентации будет больше сделан на классические наши маршрутизаторы и подход SD-WAN для них. Какие преимущества по сравнению с тем же Miraki мы здесь получаем? Ну, во-первых, это больше гибкости. То есть Miraki это просто, next, 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 клик-клик, клик-клик, получили, все окей. В классическом решении у нас несколько больше возможностей. Это требует несколько больше знаний, пониманий, специфики, но это нам развязывает руки. То есть мы можем решать более тяжелые, более емкие сценарии. Плюс мы получаем возможность интеграции сторонних партнерских решений. То есть, опять-таки, с помощью нашего SD-WAN контроллера мы можем подключать внешние приложения и обеспечивать изменение сети от партнерских приложений. Такой пример – это реализация приложения для нашего SD-WAN контроллера компании Citrix. Citrix производит VDI решения, они понимают специфику VDI решения, они понимают, что наибольшим болит с точки зрения сети и VDI. Они разработали логику, которая стучится на наш контроллер и в целом меняет сеть так, как бы хотелось, чтобы она поменялась для эффективной работы VDI приложений. Справочный слайд с позиционированием, где лучше и уместнее применять Miraki подход, где эффективнее применять Cisco I-WAN подход на классических маршрутизаторах. Хочу обратить внимание здесь на первый пункт. Enterprise Function Virtualization и платформа ENCS – это вот тот один из главных дифференциаторов, который появляется и отличает у нас Cisco I-WAN от Miraki SD-WAN. То есть тут мы говорим о том, что у нас несколько больше гибкости и несколько больше возможностей по реализации конкретных сетевых функций на нашем оборудовании. Плюс важный момент – интеграция с голосовыми сервисами, сервисами collaboration и так дальше. А также интеграция с ACI для дата-центра. То есть возможность построения сквозных политик. То есть если Miraki – это облачное управление, это коробочки, которые подвязаны на это облачное управление, и в принципе это вещь в себе, то Cisco I-WAN – это открытая архитектура, которая нам позволяет связать политики, которые у нас есть в филиале, с политиками, которые у нас есть в дата-центре. Ну и безусловно масштабируемость – это порядка 10 и больше гигабит пропускной, в соответствии требованиям по безопасности и по стойким алгоритмам шифрования и многое другое. В слайде приведен пример дизайна современной сети. То есть у нас, естественно, существует дата-центр, либо несколько дата-центров. Там может быть ACI-фабрика с отдельным SDN-контроллером. В нашей сети, конечно же, существует пользовательский доступ к ядро и все те классические уровни, которые там всегда и были. И есть часть, которая у нас смотрит на филиалы, то есть OneEdge, InternetEdge и OneEdge. Ну и, конечно же, филиальная сеть. Вот, собственно, место I-WAN – это как раз связка наших филиалов с всей нашей остальной сетью. По технологиям I-WAN уже были неоднократно презентации, в том числе и здесь. Подробно останавливаться не буду, хочу обратить внимание на основных принципах, по которым строится концепция Intelligent One. Это транспортонезависимость, управление трафиком, оптимизация приложений и безопасность. Это те краеугольные камни, на которых средствами управления и оркестрации обеспечивается функционал использования множества каналов соединения нашего филиала с облаками и с нашими дата-центрами. Есть два подхода к настройке Intelligent One. То есть мы можем взять I-WAN CVD, внимательно посмотреть его и убедиться, что есть два существующих подхода. Это настройка через приложение I-WAN Аппликейшн, либо настройка через Prime Дашборд. Что такое I-WAN приложение? I-WAN приложение – это кнопка «Включить счастье». То есть это prescriptive сценарий, то есть очень строгий, который определяет степ-бай-степ минимальное количество настроек, минимальное количество данных, которые нам необходимо вбить в контроллер, который сделает за нас все остальное и настроить сеть. В первых версиях дизайна I-WAN мы говорили о том, что он позиционируется для Greenfield внедрения, то есть не было филиальной сети, вот она должна появиться. Почему бы она не была в I-WAN? Хочется сделать из диван, в реализации циска это I-WAN, с помощью контроллера буквально за недельку-вторую можно полностью развернуть сеть и получить работоспособный механизм, то есть сеть как единое целое. При этом нет нужды ли сила, нет нужды понимать специфику настройки железа, ну и в принципе есть фокус на определении высокоуровневых бизнес-политик, а не настроек. Такой подход, он хорош, он дает очень большую скорость, он показывает действительно эффективность Software Defined, то есть когда у нас есть SDM, контроллер, приложение, то есть все просто, красиво, быстро, но мы понимаем, что такое приложение с точки зрения SDM-контроллера. Это, с точки зрения пользователя, с точки зрения SDM-контроллера, это набор тех функций и вызовов, которые оно по API просит внедрить на сети, с точки зрения пользователя, это веб-интерфейс. То есть если нет в веб-интерфейсе нужной кнопочки, нужной настройки, соответственно, нет возможности реализации этой функции на сети. Поэтому есть второй вариант, который несколько более гибкий. Он лучше подходит для сценариев внедрения так называемых brownfield, когда у заказчика уже есть филиальная сеть и хочется сделать ее программно-управляемым. Это как раз подход, который через Prime Dashboard, то есть сценарий настройки в нашей классической системе управления, Prime Infrastructure. Тут мы уже будем видеть и CLI, сможем получить шаблоны настроек, их подкорректировать, учесть нашу специфику. Мы можем реализовать нестандартные сценарии I1, то есть те, которые выходят несколько шире просто веб-приложения с минимальным количеством настроек. Ну и плюс мы получаем детальный мониторинг и траблшитинг. То есть в целом функционал, я бы сказал так, что он в чем-то пересекается, но он комплементарный. Поэтому если мы говорим о реальном живом внедрении, которое должно было бы быть прямо вот сейчас, тогда уместно использовать лучшие из двух подходов. То есть часть сценария, например, пройти с использованием приложения I1 Application, более детальные настройки, изменения, специфику, все реализовывать через Prime Dashboard. То есть это даст нам возможность, с одной стороны, ускорить внедрение, потому что при скрипте сценарии, обычно они легче и быстрее реализуются. С другой стороны, мы всегда можем погрузиться в детали и сделать тонкий тюнинг. В современных дизайнах сети Prime Infrastructure и APKM – это два обязательных элемента для управления филиальной сетью. Без APKM можно обойтись в некоторых случаях, без Prime Infrastructure можно обойтись в некоторых случаях. В общем случае их должно быть два. Prime Infrastructure решает свои задачи, а это управление детальными настройками, шаблонами конфигурации и так дальше. APKM выполняет, ну вот как минимум, сервисы Plug and Play, то есть внедрение нулевого дня, и PKI-сервис, то есть центр сертификации ключей. Если мы настраиваем нашу I1 сеть, используя Prime, APKM для нас не виден, то есть мы проходим всего пару кликов интеграции, он у нас прячется за дашбордом нашего Prime и выполняет с помощью API и интерфейса Prime нужные сервисы по настройке устройств в нулевой день без участия администратора, распространение ключей, ну и некоторые другие функции. Как раз благодаря API есть возможность обмениваться объектами, ну и, например, все, что было создано и подтянуто в консоль управления APKM появится в Prime Infrastructure, ну там устройство и так дальше. В Prime Infrastructure мы можем запустить, например, DMVPN сценарий, то есть получить темплейты, простую настройку, поменять несколько данных и подтянуть через Dressed API ключи с центра сертификации, который живет на APKM. Таким образом мы получаем гибкость и гранулярность настройки, которые дает Prime и те функции автоматизации, которые нам дает APKM. Чуть более детально. Если мы говорим о транспортной независимости, что мы здесь понимаем? Мы говорим о том, что у нас, как правило, в Soda сходится два и более каналов. То есть это может быть MPLS и интернет, может быть несколько MPLS, несколько интернетов, разные их комбинации и так дальше. Но что важно, вне зависимости от того, какой тип транспорта мы используем, благодаря оверлейным сетям DMVPN, мы в целом получаем независимость филиала от того, по какому транспорту он обратился к ресурсам Soda. В последних версиях дизайна у нас появилась возможность совместить на одном устройстве подключение разных каналов. В предыдущих версиях дизайна интернет должен был приходить на одну пару устройств, MPLS на другую пару устройств. То есть была рекомендация разносить разные типы транспортов по разным устройствам. Есть у нас функциональная роль, то есть это не обязательно физическое устройство, это PFR-мастер, то есть это своего образа контроллер, который управляет метриками, а какой же канал выбрать филиалу. Первый или второй. Опять-таки, если мы используем Prime Infrastructure, все настройки связаны с DMVPN, с рекомендуемым протоколом, который используется в DMVPN, это EGRP, и все-все-все, что с этим связано, мы можем получить с шаблонов. Если мы выбираем галочку Deploy PKI, мы фактически подтягиваем тот функционал центра сертификации ключей, которые есть у нас на нашем EPI-KM контроллере. Intelligent Path Control. В первую очередь это функционал, который опирается на ключевую технологию для построения Intelligent-1 сценария, это PFR, Performance Routing. С выходом Intelligent-1 как дизайна, PFR был несколько переделан и появился в третьей своей версии. Третья версия дает больше гибкости, больше масштабируемости и исключает необходимости детальной настройки филиала. В принципе, вся конфигурация выполняется на хабе. Что предусматривает из себя принцип работы этого протокола? Сначала мы изучаем трафик, потом мы его измеряем, отрабатывает автоматические пробы, которые нам говорят о том, появился ли джиттер, есть ли у нас задержки, какая у нас пропускная способность канала, доступность его и многие другие метрики. То есть вот второй шаг как раз нам позволяет понять, не просто когда канал отвалился и маршрутизация должна сработать, а когда у нас канал деградировал, маршрутизация не отработала, не перебросила трафик на второе плечо, но бизнес-критические приложения уже ощущают, например, либо из-за джиттера, либо из-за потерь какие-то проблемы. То есть в этом случае у нас как раз появляется возможность это все дело измерить и автоматическим образом применить к этому трафику, который у нас есть в сети. После чего происходит выбор пути. Опять-таки мастер-контроллер PFR извещает все устройства, какой путь для них сейчас лучший, базируясь на тех метриках, которые были обсчитаны. Ну и постоянно происходит проверка, остается ли этот путь лучшим, либо нужно сделать опять пересчет. Особенность протокола состоит в том, что он очень быстрый. То есть это машинные метрики, которые отрабатывают практически мгновенно и позволяют добиться досекундной сходимости. То есть сходимость на уровне переключения трафика приложений между двумя активными каналами. То есть видеоконференция у нас проходит по одному каналу, например, это MPLS-канал, где мы понимаем, что у нас по идее все должно быть хорошо с качеством, но тут у нас канал поплыл. Ну, проблемы у провайдера бывают. PFR переключит в сессию видеоконференции на другой канал, ну и в целом все заработает практически, в большинстве случаев прозрачно для пользователя. То есть механизм PFR работает поверх маршрутизации. С точки зрения визуализации, опять-таки, Prime Infrastructure дает достаточно информативный дашборд, который нам показывает все события, утилизацию канала и многое другое, что связано с настройками PFR. Вторая функция, которая также необходима для того, чтобы у нас отрабатывала то, что называется Intelligent Path Control, это функция Quality of Service. Тут у нас проходят стандартные процедуры классификации, маркировки и управления трафиком, включая шейпинг и полисинг, то есть либо трафик обрезается, либо трафик регулируется. И происходит его очередизация, то есть мы помещаем в определенные очереди, либо же гарантируем нужную пропускную способность для приоритетного трафика. Prime Infrastructure позволяет внедрить КОС буквально в пару кликов. То есть на тех устройствах, которые это умеют делать, мы применяем стандартные шаблоны и настройки, ну и в целом такие средства автоматизации и массового управления, как Prime, позволяют это сделать достаточно быстро и просто. Да, хотелось бы добавить, что есть еще приложение управления паритизацией трафика приложений и на SDN контроллере. Это приложение Easy COS и Dynamic COS. Вот что может сделать Prime? Он может настроить КОС на всех устройствах. Что не может сделать Prime? Он не может постоянно перенастраивать КОС в зависимости от того, какой трафик пошел. Вот SDN контроллер как раз тем и отличается. То, что он может динамически это все дело менять. Если мы говорим о оптимизации трафика приложений, то у нас возникает вопрос. Вот что определяет качество использования приложений? Полоса пропускания, потери пакетов, либо задержки? На самом деле правильный ответ – все перечисленное. То есть совокупность этих параметров, она так или иначе определяет то, как пользователь чувствует качество работы с приложением. Для этого у нас отрабатывают несколько механизмов. В первую очередь это распознание приложений, Application Visibility Control, когда мы можем понять разные типы приложений, вне зависимости от того, какие порты они используют. То есть в пределах того же HTTP трафика мы можем вычленить разные приложения и понять, что они действительно разные, и уже переключать бизнес-релевансные и пожиратели трафика на разные каналы, например. Плюс у нас есть возможность запустить оптимизацию трафика приложений на распределенной сети. Это решение VAAS. О нем будет чуть дальше пару слайдов. Также у нас есть возможность подключить облачный кэш АКомай. Зачем он нужен? То есть очень понятная ситуация, когда у нас есть трафик, ну, например, с филиала в наш центр обработки данных. Две точки, которые мы в целом контролируем. То есть мы можем поставить устройство VAAS в филиале, устройство VAAS в центре обработки данных, ну, и оптимизировать трафик хитрым образом, сделать так, чтобы было меньше потерь пакетов, меньше задержки и лучшая утилизация полосы пропускания. Что будет, если трафик уходит в облако? Если трафик уходит в облако, у нас есть один конец в филиале, и нету второго конца. То есть мы им не управляем, он где-то в публичных облаках, ну, например, Google, Amazon, либо там Office 365. Чтобы обеспечить хорошее качество прохождения трафика, доставку трафика с облачных сервисов, облачный кеша Камай своей инфраструктурой создает вот тот виртуальный второй конец, который стоит перед публичными облаками. Решение ВАЗ. Решение ВАЗ у нас направлено на оптимизацию ван-трафика, позволяет убирать дупликацию с трафика, позволяет сжимать трафик, кешировать, кешировать в том числе объекты. Ну, например, для Citrix VDI мы можем все объекты закешировать как отдельные сущности. Где это полезно? Ну, типовые сценарии. Есть филиал, в котором все получают электронный документ, с которым нужно ознакомиться и внести в свои разделы правки. То есть 20 сотрудников филиали получили 20 документов. То есть это все отображается в виде определенного трафика. Сделали по одному изменению, отправили обратно. Все-таки 20 копий документов ушло. Если мы используем дедупликацию и кеширование, мы отправляем только дельту. Приходит один документ, раздается 20 сотрудникам, потом они что-то там меняют, и 20 маленьких дельт изменений уходят в центр. То есть трафика кушается намного меньше. Благодаря вспомогательным технологиям, такими как сжатие, как оптимизация TCP стека, мы в целом получаем очень хороший эффект. То есть толщина канала и пропускная способность могут варьироваться до 4 раз и больше, например. То есть на 10 мегабитном канале мы можем протиснуть 50 мегабит полезного трафика, используя совокупность этих технологий. Задержки опять-таки где-то раза в полтора можно понизить, используя это решение. Есть фарфакторы виртуальный ВАЗ на разных гипервизорах, в том числе на гипервизорах, в том числе на гипервизорах появился с шестой версии. И есть возможность установить на наши встроенные сервера в маршрутизаторы. В новых маршрутизаторах 4000-х есть зарезервированные ядра и память, на которых можно запустить этот функционал без установки дополнительных серверсных модулей. То есть разница в производительности. Это полноценный сервер, на который там влезет чуть ли не самая большая виртуалка по количеству сессий, встроенный ВАЗ, который может быть запущен на зарезервированных ядрах, ну, несколько скромнее по производительности. Что интересно, лицензии ВАЗ включены в бандлы AX, AXV и в бандлы CISCALAN. То есть мы можем получить вместе с коробкой с железом еще набор лицензий. Все это в одном комплекте, заведомо дисконтировано для того, чтобы пользователь мог использовать максимальное количество доступных технологий для решения его высокоролевых задач. То направление, которое сейчас активно развивается – Network Function Virtualization. Появляются новые платформы, визуально очень похожие на сервер. На самом деле это не просто сервер, это сервер с сетевыми модулями, со слотами для расширения, отключения голосовых всяких функций, E1 и так дальше, с возможностью подключения сюда модема для 4G, LTE и прочего, с возможностью использовать дешевые вычислительные ресурсы 86-й платформы, одновременно применяя аппаратное ускорение и специфические функции, нужные для сети. То есть это некий гибрид сетевого устройства и сервера. В чем его интересность и вкусность? В том, что такие функции, как вас, могут быть подняты одним кликом. То есть централизованная система управления, добавляем функцию оптимизации трафика, и она появляется на всех таких устройствах в виде отдельной виртуалочки. Текущая версия дизайна, это E1, это 2.2. В целом, о чем говорят наши разработчики? То, что дизайн концептуально дозрел до некой критической массы, когда он решает большинство юзкейсов, которые характерны для наших заказчиков. Появится, конечно же, третья версия дизайна E1, но позиционирование на данный момент следующее. То, что третья версия будет нужна только тем, у кого не устраивает вторая по каким-либо функциональным показателям. То есть это будут не заменяемые дизайны, а дополняемые. То есть вторая версия будет еще расти в своих минорных числах для решения специфических задач. В принципе, дизайн уже достаточно полнофункциональный. Из интересного, конкретно в E2.2 появилась возможность использовать на одной железке подключение сразу двух транспортов СОДИ, возможность гранулярной балансировки трафика по разным каналам, то есть еще более улучшен этот функционал. В целом он был и раньше, но сейчас с точки зрения метрики возможностей этот функционал был хорошо дополнен. Сценарий прямого выхода в интернет, то есть когда у нас филиал хочет подключиться, например, к Office 365. Конечно, можно загнать трафик назад себе в СОД, потом что-то с ним сделать и выпустить в облако. Два раза заплатим за интернет, потратим некие ресурсы своего сетевого оборудования. Но что самое обидное, добавим задержку на прохождение трафика к облачному сервису. Сценарий Direct Internet Access, он предусматривает, описывает то, как безопасно непосредственно с филиала во внешние облака выпускать трафик приложений. Ну и, конечно же, в версии 2.2 появилась полная поддержка понятия Vibranch. Vibranch – это то, что как раз связано с виртуализацией сетевых функций и с платформой ENCS. Поговорим немного о уровнях абстракции. Одним из важных компонентов, которые появляются в нашей сети, это SDN-контроллер. Что нам дает SDN-контроллер? В первую очередь, это возможность программировать сеть единообразным образом, вне зависимости от того, какие типы оборудования там используются. Основное, что здесь, пожалуй, полезно, это то, что скорость внедрения инноваций при таком подходе, она будет значительно увеличиваться. То есть, если сейчас мы говорим о том, что SDN-контроллер работает по разным протоколам, общаясь с сетевыми устройствами, и это некоторая данность, которую мы имеем в виду того, что у нас есть переходной период, когда мы управляли устройствами, используя SNMP, CLI, новые протоколы, NetCon, FirstCon и так дальше, то в будущем все перейдет, скорее всего, к одному протоколу. Это упростит разработку, упростит простоту реализации функций, которые нам предоставляют высокорунивые приложения с точки зрения автоматизации, оркестрации, управления безопасностью и виртуализации функций. Если посмотреть внутрь SDN-контроллера, то мы увидим, что на самом деле это модульная архитектура, которая состоит из подложки, то есть это сервис Grapevine, это фактически Linux, средствами которого обеспечены такие механизмы, например, как отказоустойчивость. То есть на Linux есть множество утилиток, которые позволяют обеспечить синхронизацию сервисов между двумя, тремя, 32 коробками и так дальше. И это было сделано в первую очередь. Во вторую очередь у нас есть сервисы. Каждый из этих сервисов выполняет свою задачу в пределах SDN-контроллера. Опять-таки он во многом не виден, то есть нам как потребителям, но он решает такие задачи, например, как ролевой доступ, как база данных топологии, ну и так дальше. Все эти сервисы помещены в контейнеры, то есть это отдельные контейнеры, которые опять-таки помогают реализовать задачи, например, миграции тех или иных сервисов на отказоустойчивой паре, либо на трех узлах, ну и более, и более, и более. То есть это позволяет делать бесшовные апдейты, апгрейды, распределение нагрузки и многое другое. Есть сервисный интерфейс, по которому с вот этой всей подложкой и сервисами общаются приложения. Вот эти вот уже приложения верхнеуровневые, они как раз имеют веб-интерфейс, они решают бизнес-задачи. Для пользователя это сценарий, который там next, 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 клик, 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 ну и в принципе дальше уже уходят программные вызовы, которые позволяют это все дело превратить в определенные команды, которые по southbound интерфейсу уйдут на устройство. Таким образом, правильный подход к построению современной сети SD-WAN это использование SD-WAN и в этом направлении все двигается. Что мы ожидаем в ближайшее время? Опять-таки, хочу сделать фокус на том, что Prime Infrastructure как система гранулярного управления сетью никуда не девается, она будет еще некоторое время продолжать жить и сосуществовать в современных архитектурах с SD-WAN подходом, как раз потому, что нам зачастую нужна больше детализации, больше гранулярности, больше возможностей, которые дает такой подход. Но средства автоматизации, такие как SD-WAN контроллер, возможность управления политиками, это то, что будет расти. И плавно функции, которые есть в классических системах управления, будут постепенно смещаться на функционалы SD-WAN контроллеров. Что умеет приложение I-WAN на EPIC-EM контроллере? Опять-таки, оно умеет решать задачи внедрения нулевого дня, когда просто коробочка, маршрутизатор уехал в филиал, его подключили в СЕЦ, происходит некая магия, одним из пяти способов, оно находит свой централизованный configuration engine, получает с него конфигурацию, сертификаты, на этих сертификатах строят VPN-ы, все это происходит безопасным образом, с подтверждением идентичности этого устройства на вшитых встроенных сертификатах, которые есть в устройстве. То есть вся эта система начинает жить своей жизнью. После чего появляется возможность использовать несколько транспортов, утилизировать, опять-таки, линки к нескольким дата-центрам. Появилась возможность в приложении Intelligent-WAN реализовать, в том числе, brownfield сценарии, то есть когда у нас устройство не новое, а оно уже имеет какие-то настройки. То есть мы видим, что у нас в целом функционал Intelligent-WAN application постепенно обогащается теми функциями, которые востребованы для brownfield внедрения, то есть когда у нас уже что-то установлено. Плюс появилась возможность внедрения бренчей, которые стоят за NAT-ом. То есть тоже достаточно востребованная функция, и в последних версиях приложения мы видим реализацию этой функции. С этим были сложности. Ну, окей, там есть у нас бренч, он спрятан за NAT-ом, а за ним еще какие-то устройства, ну и так дальше. То есть сейчас этот вопрос идеологически решен. Также хотелось бы добавить то, что настройка COS это то, что отрабатывает в пределах самого I-WAN приложения и позволяет это все дело настроить. В бете появилась поддержка интеграции с облачной системой управления live-action, ну и появилась поддержка так называемых descriptive designs. То есть опять-таки это шаг в сторону brownfield, когда наш SDN сценарий, он не просто делает то, что заключено конкретно в веб-интерфейс, но позволяет делать некоторую вариативность и, например, там не вытеснять те конфигурации, которые, например, есть на устройстве, которые уже работают. Intelligent One в Prime, в отличие от аппликейшена, выглядит несколько по-другому. То есть это вкладочка Network Services и сценарий I-WAN Enablement. Опять-таки это Wizard, то есть сильно много там конфигурить не придется. Мы будем там нажимать чаще всего next, next, next. Но поскольку мы здесь управляем шаблонами конфигурации, мы сможем видеть CLI, мы можем вносить некоторые изменения, делать там больше детализации и получать несколько более гранулярную отчетность, например, для трэблшутинга. Вот так выглядит Wizard с точки зрения workflow. То есть мы попадаем в него и у нас есть некоторое количество шагов. В том числе и есть CLI Summary. То есть, пожалуй, это, ну, наверное, одни из самых важных моментов. Это наличие Input Options и CLI Summary. То есть когда мы не просто получаем в результате прохождения сценария готовую работоспособную сеть, которая не подразумевает изменений, а получаем возможность еще сделать достаточно тонкий тюнинг того, что мы настраиваем. Что интересно, те шаблоны, которые заложены в Prime Infrastructure, они в целом полностью соответствуют Cisco Validated Design. То есть это подход, который позволяет исключить человеческую ошибку. То есть отвалидированы определенные параметры, определенные сценарии, определенные настройки. Вот они уже заложены в шаблоны конфигурации. Используя эти шаблоны конфигурации, вероятности того, что мы ошибемся, достаточно мало. То есть один из примеров, если мы выбираем в качестве Border Router в дата-центре неподдерживаемое устройство, для него просто не появится template. Сценарий нам не позволит пройти его до конца, выдаст предупреждение, заставит пересмотреть тот подход, который мы пытаемся сделать. Виртуализация. Повторюсь, это один из важных принципов построения цифровой сети современной Cisco Digital Network Architecture. И как раз виртуализация у нас позволяет решить два важных момента. Повысить скорость реализации сетевых изменений и уменьшить затраты на эксплуатацию распределенной сети. Внедряя любое приложение, мы сталкиваемся со следующим. То, что развернуть сам софт в СОДе это сравнительно мало времени, а вот применить все связанные настройки с Quality of Service, с политиками, в сети это много времени. Вот как раз подходы NFV призваны на то, чтобы вот эту зеленую часть несколько сократить. То же самое касается и затратной части. Капитальные затраты это один кусочек, но как правило эксплуатационные намного больше. То есть, вложившись раз в оборудование, мы сталкиваемся с необходимостью изменений, со сложностью этих изменений. Ну, очень сильно бы хотелось, чтобы эта сложность была меньше, и, соответственно, затраты на эксплуатацию тоже несколько меньше. Как мы решаем эту задачу? Enterprise NFV базируется на базе платформы автоматизации Enterprise Service Automotion. Что такое Enterprise Service Automotion? Фактически это сценарий, это приложение на SDN-контроллер. На данный момент оно идет отдельным имиджем, то есть тот же самый APIC-EM с приложением ESA на нем, который позволяет реализовать функции виртуального маршрутизатора, виртуального межсетевого экрана, решения по оптимизации трафика, VLC-контроллера и других сетевых функций, скажем так, федпати, да, сторонних, на разных платформах виртуализации сетевых функций. Таких, например, как обычные сервера нашей UCS серии C, либо маршрутизаторы 4000 серии, либо сервера, встраиваемые в маршрутизаторы, либо же отдельные платформы, специально сделанные под вот такую архитектуру ENCS. То есть у нас есть некоторые возможности и богатство выбора. Хочу обратить внимание на то, что ENCS достаточно интересны по ценообразованию. То есть это стоит дешевле, чем сервер, и зачастую даже бывает, что это дешевле, чем маршрутизатор. Такой подход, естественно, как-то компенсируется. То есть здесь мы говорим о том, что ENCS у нас как платформа более дешевый, но есть понятие подписок. Подписок как раз на возможность использования вот этого функционала по виртуализации сетевых функций. На слайде приведено детальное описание ENCS как платформы. То есть это и сетевые интерфейсы необходимые для нормальной работоспособности такого устройства. Это и быстрые диски, в том числе с возможностью использования SSD. Это стандартный сетевой модуль, совместимый с сетевыми модулями наших маршрутизаторов 4000 серии. Ну и в принципе хотелось бы добавить то, что вычислительные мощности и диски позволяют поставить не только сетевые функции, а позволяют, например, развернуть реплику домен-контроллера, если это надо. Да, можно там любой Windows, Linux, сервис на платформе виртуализации развернуть и тем самым уменьшить количество коробок филиалов до одной. То есть мы можем здесь запускать нужные сетевые функции и в целом сторонние приложения в том числе. На слайде приведены три текущие модели ENCS с разным количеством ядер, ресурсов и, соответственно, количеством тех виртуалок, которые мы можем поднять. Количество виртуалок здесь посчитано, не включая основной функционал, это SRV, то есть виртуальный нашутизатор. Что хочется добавить, ждем в ближайшее время еще более младшую платформу ENCS, соответственно, более привлекательную по цене и будем ожидать в дальнейшем будущем еще более мощной платформы, которая появится в этой линейке. В чем гибкость такого подхода? Гибкость такого подхода в первую очередь заключается в возможности создания сервисных цепочек, когда мы можем автоматически либо автоматизировано применять разные наборы сервисов для прохождения нашего трафика. Где-то нужен ван-маршрутизатор, который там оконечивает VPN-имидж, сетевой экран, а где-то есть необходимость поставить ван-оптимизатор и дополнить функционалом IPS. То есть все это достаточно гибко можно реализовать благодаря программируемости и виртуализации. ESA, Enterprise Service Automotion, как визард, он позволяет решить это буквально в пять щелчков. То есть мы выбираем, какие функции нам необходимы, в каком бранче, ну и получаем топологию, где цветными линиями обозначены разные вланы, которые подходят к разным виртуализированным сетевым сервисам в нашем устройстве. Все очень просто, в принципе не требует никакого глубокого понимания сетевых технологий. Достаточно пройти базовый визард и получить работоспособную модель. Ну, опять-таки, да, применяются, в таком сценарии применяются лучшие рекомендации и шаблоны, которые наши разработчики считают уместными для таких южкейсов. Естественно, сделать какую-то глубокую настройку в данном случае не получится. Если хочется сделать глубокую детальную настройку, опять-таки, нужно использовать управлениями, сервисами Enterprise NFV посредством Prime. Ну и последний слайд. Хочу обратить внимание, что у нас уже некоторое время существует подход бандлирования железа и необходимых лицензий для нормальной работоспособности этого железа в современных сетях. Это Cisco One. Что в себя включает Cisco One? Это, в первую очередь, лицензии на управление сетевыми устройствами, централизованное управление. Это лицензии на реализацию таких функций, например, как Intelligent One и тех функций, которые появятся в дальнейшем. Мы ждем анонсов новых приложений, связанных с ордистрацией и управлением средствами SDM. Опять-таки, это будет продаваться, скорее всего, через подписку Cisco One. Более детально мы узнаем после релиза. Есть Advanced функции в Cisco One. Это, например, в случае маршрутизаторов мы можем выбрать набор лицензий, связанный с голосом. И есть отдельные лицензии Advanced Security, которые позволяют дополнить вот такую модель приобретения, когда мы выбираем платформу вместе с софтом в одном комплекте. Естественно, это получается несколько дешевле, но и в целом интереснее. То есть, если у нас маршрутизатор используется не просто как коробка, а как элемент сети, то всегда есть смысл обратиться к бандлированию, которое дает Cisco One. На этом у меня все.